Все наши спортсмены, и кто-то сейчас брать, или в Рио у них будут брать, или как-то время-то мало осталось. Вы же знаете о том, когда, и у кого, и в какой момент будут брать допинг-пробу, об этом заранее не сообщается. Это одно из главных правил ВАДА. Могут в любой момент у любого спортсмена взять допинг-пробу. Его обязанность сообщить, где он в каждый конкретный момент находится. Поэтому мы не знаем, когда мы будем брать допинг-пробу, и никто нам этого не скажет. А допустим, волейбольные команды, там по 12 человек, и женщины на стоях, и мужчины, и все будут проверять? Скажем, что каждый спортсмен должен быть... Вометим, мы не можем вам ответить на этот вопрос. Это вопрос, который... Мы получим ответ после того, как эти пробы будут взяты. Заранее никто вам не скажет, когда и у кого, в каком количестве будут браться допинг-пробу. Александр Григорьевич, могу сказать одно, что, как правило, на Олимпиадах все призеры, победители и призеры проходят допинг-тест. Но это уже после того, как событие произошло, происходит. Насколько доброжелательной вчера была атмосфера во время заседания исполкома МОК? Или наоборот, жесткой? Не знаю, я в таких тягонах, мне трудно определить доброжелательную. Я думаю, что я уже говорил, что мне кажется, что вчера решение, которое принималось полком Международного Олимпийского комитета, было одно из самых трудных решений в истории МОК. Я думаю, что Виталий Григорьевич лучше меня знает. Аналогичные ситуации вообще возникали когда-нибудь, и вот подобные сложности решений, которые приходилось принимать, были ли у вас только незаметны? Были, но не касались нашей страны, так скажем. Во всяком случае, решения очень были. Конечно, 76-й год, это когда спортсмены всего континента, африканского, по сути дела, покинули Олимпийский. Игра их министра спорта отозвали. Это события на этой же Олимпиаде, когда премьер-министр Трюдо не давал разрешения на въезд команды Тайвана и так далее. Были тяжелые, были исполкованные 72-го года, когда погибли 11 израильских спортсменов. Очень много, ну и не говорю же, Москва, Лос-Анджелос, но действительно вот связано с именно этим конкретным событием. А можете сказать, кто обойдет в комиссию по борьбе? Может быть, какие-то фамилии уже известны? Мы сейчас работаем, понимаете, времени у нас было очень мало. Я сам бы вчера еще был в Лозане, поэтому мы сегодня обсуждали определенный. Я не хотел бы сейчас называть, озвучивать этот список. В ближайшее время вы обязательно узнаете. В него вошли члены Международного Олимпийского комитета. Наши представители, занимающие руководящие посты в Международных спортивных федерациях. Видные спортсмены, которые имеют определенный вес и заслуги уже в такой общественной работе. В общем, такой интересный состав. О некоторых, мы уже сказали, это проводители средств массовой информации, потому что работа должна соответствующая проводиться. Мы сообщили. А войдут ли в комиссию? Спасибо.